Здравствуйте, уважаемые участники Олимпиады. Меня зовут Познякова Елена Юрьевна. Я являюсь руководителем проекта «Я профессионал» в Днем Восточном Федеральном Университете. Я бы хотела сначала извиниться перед вами за то, что вчера из-за погодных условий мы, к сожалению, не смогли с вами встретиться. И один из участников у нас опаздывает, едет где-то там в снегах. Надеемся, что он скоро к нам присоединится. Сегодня наш вебинар будет посвящен разговору с непосредственными участниками прошлых сезонов, с медалистами по направлению японоведения, корееведения и, я надеюсь, китаеведения. Начнем без Михаила, но я надеюсь, что он присоединится. Я предлагаю познакомиться сначала с участниками. Можно, пожалуйста, начнем? Представьтесь, расскажите о вашем опыте и почему вы здесь. Да, с меня, да, начинаем? Хорошо. Меня зовут Ермакова Елена. И в прошлом году, в прошлом сезоне я стала золотым медалистом Олимпиады «Я профессионал» по направлению востоковедения, японский язык. И участвовала годом ранее, когда стала победителем. В настоящее время я обучаюсь на магистратуре зарубежной регионоведения в Дальневосточном федеральном университете. Спасибо. Всем здравствуйте. Меня зовут Костромина Полина. На данный момент обучаюсь на четвертом курсе бакалавра по направлению востоковедения и африканистика, корейский язык. И в прошлом сезоне Олимпиады принимала участие, вследствие чего стала золотым медалистом по направлению корейский язык. Спасибо большое за ответ. Привет. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к изучению восточных языков? Учили ли вы их с детства? Или это в процессе становления у вас? Вам было принято такое решение? Можно Елена? Да. У меня очень необычный путь востоковедения. Я сама родом из Владивостока, то есть у меня вся семья здесь живет. И я знаю, что во Владивостоке, так как мы находимся рядом с Азией, очень многие увлекаются Китаем, Японией, Кореей. У нас есть школы, где можно учить китайский со второго, с третьего классов. Но у меня немножко другой путь. Я меня никогда особо, я бы так сказала, не интересовала Азия именно в школьные годы. Мы летали с родителями летом в Европу. Я была два раза на стажировках в Америке. И вот я себя ассоциировала больше с Европой и с европейскими языками. В 11 классе я решила, что буду поступать в московский университет. И я поступила. Университет оставлял за собой право выбора языка для студентов. И вот там мог попасться любой из языков. И я это знала, когда поступала. То есть язык тебе выдают уже, когда тебя зачислили. То есть мог попасться либо турецкий, там даже были таджикский, украинский, французский, немецкий, итальянский, любой язык. И я думала, что мне попадется немецкий язык. Я вот так положилась на свою удачу. Но мне в этот раз, так сказать, не очень повезло. Мне не попался ни немецкий, ни итальянский, ни французский. Мне попался японский. И вот когда я первый раз открыла учебник, мне было не очень хорошо. И да, это если мягко говоря. И вот японский я так и не планировала учить. Я думала, ну вот я буду учить английский тогда, и у меня будет хороший диплом японский. Ну как-нибудь вот будет рядом со мной идти просто. Ну заниматься я им дальше не буду. Обещали, что преподаватели вуза очень профессиональны и компетентны, поэтому вы обязательно полюбите язык, который вы изучаете. Но у меня, видать, было такое прям серьезное, страшное отторжение. Я не хотела любить японский язык. Совсем не хотела. И я вот училась, училась, училась. У меня родители живут в Владивостоке. И они меня сюда перевели в Дальневосточный университет. И я думала, ну как-нибудь уже выучусь. И вот здесь, в университете, у меня начался путь востоковедения, можно так сказать. Ну вот. Что говорить обо мне? У меня наоборот. Достаточно тривиальная история моего пути востоковедения. Началось все со средних классов школы. Мы начали изучать китайский язык. И в тот момент я думала связать свою дальнейшую судьбу именно с изучением китайского. Но в один какой-то прекрасный день я наткнулась на корейский сериал, решила посмотреть. И для себя поняла, что корейский язык для меня звучит как-то более приятно, более просто. И я влюбилась в этот язык и решила, что все-таки, выбирая между китайским и корейским, в университете хотела бы изучать корейский. Поэтому поступила в Дуфу на корейский язык. Скажите, пожалуйста, Елена, а вот вы говорите, что вы из Москвы переехали во Владивосток и влюбились, так сказать, в японский язык и посвящаете ему сейчас очень много своего времени. Как вы считаете, среда влияет на выбор языка, изучение его? На изучение, да, безусловно, влияет. Когда я начала здесь учиться, у меня, ну, скажем так, немножко изменилось мое мировоззрение. Так, по счастливым обстоятельствам получилось, что вот как только я начала здесь учиться, я поехала на стажировку в префектуру Симоне. Там была стажировка 10 дней всего. Но вот я до этого не была в Японии, и я поняла тогда, насколько важно именно съездить в ту страну, где вот на этом языке говорят, посмотреть, побыть там. И еще в стажировку входило хомстей, то есть пребывание в семье. Я три дня жила в японской семье, и у меня изменилось отношение к Японии и к японцам. Я поняла, насколько много у меня стереотипов относительно вот этой прекрасной страны. Мне, видать, еще такая семья попалась замечательная. Когда уезжала, вот у меня прям еще был чемодан свой, и еще было вот столько же пакетов, что можно было целый чемодан сложить, подарков всяких, сувениров, сладостей и так далее. И вот японка, которая меня там принимала, мы с ней до сих пор общаемся, поддерживаем дружеские отношения. И потом вот, когда я уже начала учиться в Дуфу, очень-очень-очень хорошие преподаватели, мне кажется, основной чертой является это не только высокий профессионализм, а именно то, что они поддерживают именно. Нам даже на четвертом курсе, когда, казалось бы, вы выпускаетесь, и могли бы преподаватели сказать, вы и то не знаете, вы и это не знаете, нам наоборот преподаватели говорили, да, вы что-то не знаете, но это нормально. Вы можете искать информацию, вы можете переводить, вы можете даже вузно переводить, некоторые из вас уже работают. Мы тоже иногда сомневаемся, и это нормально. Главное знать, как найти ту информацию, которая вам требуется. Сомневаться, вы будете по жизни все время, если вы заработаете с японским языком, ну или с любым восточным языком, наверное. Вот, многие меня поймут, да. И вот именно эта поддержка от преподавателей, она очень многое значит. Вот, и также в Дуфу очень, как вам сказать, здесь очень комфортные условия для учебы. То есть здесь по-настоящему красиво. Здесь и море, и лес, и сам университет тоже очень красивый. То есть вот здесь чувствуешь себя комфортно. И мне кажется, именно для обучения это тоже очень большой плюс. Ну вот, наверное. Спасибо. Полина, а вот сейчас корейская культура захватывает мир. Как вы считаете, увеличится ли количество людей, чьей мотивацией будет именно то, что они посмотрят какой-то сериал или посмотрят кей-поп? И второй мой вопрос, насколько надолго хватит этой мотивации? Потому что 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры – это тяжелый путь. Как вы считаете, хватит ли такого бэкграунда? Ну, как ответить на этот вопрос, даже не знаю. Насчет увеличения количества людей, заинтересованных в изучении корейского, именно потому что они посмотрели дорамы или послушали кей-поп, мне кажется, будет увеличиваться в связи с последними событиями. Думаю, все мы знаем, что корейская дорама стала очень популярна на Netflix, и другие дорамы за ней постепенно становятся популярными, занимая первое место в рейтинге. И мне кажется, это как раз-таки побудет многих людей начать изучать корейский, как и меня в свое время. Но насчет, хватит ли этой мотивации, чтобы проучиться 4 года, а затем еще, возможно, и 2 года магистратуры, я не уверена, потому что нужно, как я считаю, нужно очень гореть этим, так скажем, изучением, быть заинтересованным в этом языке, потому что я лично, когда поступала, мне прям очень нравился язык, и когда я начала учить, я поняла, что у меня достаточно хорошо получается это, и мне этой мотивации хватает. Вот сейчас уже 4-й год обучения, и не было ни разу мысли, что я хочу закончить. Я хочу уйти из университета. Не знаю, как это будет работать для других людей, но, наверное, все-таки необходима какая-то большая мотивация, и перед тем, как поступать, вы должны подумать, а где вы будете работать, допустим, в какой сфере в дальнейшем, если вы проучитесь на каком-то конкретном направлении, и устроят ли вас, допустим, эти сферы деятельности или нет в будущем. А вы планируете поступать в магистратуру? На самом деле нет. Не планируете? Вы планируете работать? Ну да. Искать работу, зарабатывать деньги. Отличный план. Скажите, пожалуйста, Полина, Елена нам говорила про то, что толчком стала ее поездка на стажировку в Японию. Вам удалось, пока вы учились в университете на бакалавриате, попасть на стажировку в Корее? Ребят, уважаемые участники, извините, у нас тут что-то, видимо, из-за сильного очень ветра у нас вот тут какие-то проблемы со светом. Теперь слишком все плохо. Еще раз повторю, Полина, вам удалось побывать на стажировке в Корее? К сожалению, вот за 4 года в Корее ни разу не была, ни как турист, ни как студент по обмену. Но планы есть такие. Планы есть, отлично. А здесь на кампусе очень, ну сейчас в связи с пандемией, конечно, ребята не могут выбраться из своих стран проживания, но до пандемийный период в Дальневосточном федеральном университете очень много, большое сообщество иностранных студентов. Как вы с ними взаимодействовали? И был ли у вас такой опыт? С иностранными студентами, да, иностранные студенты здесь действительно есть, ну вот я, скажем так, начала позже, да, учиться в Дуфу, не с первого курса, поэтому у меня так все получилось очень стремительно. Я начала учиться, учиться нужно было очень много, я только делала, что училась, потом я уехала на годовую стажировку, вот, и, как бы так сказать, когда я вернулась к годовой стажировке, я уже работать начала, поэтому у меня вот, к сожалению, не получилось здесь, скажем так, развлекаться, да, и проводить свободное время в кампусе. Но я знаю, мои одногруппники, да, действительно, особенно, кто здесь вот жили в кампусе, в общежитии, они собирались клубами, да, такими, и в столовой собирались тоже, я знаю, общались с японцами, и, как мне кажется, отличительной тоже чертой, вот, кафедры японоведения, не знаю, кухаристов, является то, что вот очень много носителей. Все время есть на кафедре Мори Сенсей, она уже, даже не знаю, сколько она лет, здесь очень много преподает, вот, то есть такой постоянный преподаватель, и всегда есть еще приглашенный преподаватель, и вот за то время, даже, что я училась здесь, всегда примерно три носителя языка, три-два человека есть на кафедре, и они ведут пары, даже не дожидаясь, там, четвертого, третьего курса, когда уже повысится уровень, а прямо начиная с первого носителя начинают вести, мне кажется, это очень большой плюс. И вот, что касается стажировок, тоже хотелось бы добавить, стажировок в Дуфу очень много, вот, японские, за японские отвечаю, да, не знаю, вот, как у кухаристов, их настолько много, что бывает такое, что на стажировку даже, вот, говорят, езжайте на эту стажировку, туда, например, не набираются люди, уезжайте на стажировки, то есть это не какая-то экзотика, или что-то такое необычное, что, например, только если ты очень хорошо учишься и весь прилежный, то вот тебе выдадут сертификат на поездку за границу. Нет, на стажировки едут все, и бывает даже такое, что, конечно, нужно хорошо учиться, но бывает такое, что даже когда учатся не очень хорошо, тоже уезжают на стажировки, потом приезжают и понимают, что нужно учиться хорошо, чтобы общаться на иностранном языке, и вот, кому интересно, вы просто выйдите на сайт ДВФУ, кто вдруг собирается сюда поступать в магистратуру, или вы еще не определились с бакалавриатом, посмотрите тот серьезный масштабный список университетов, с которыми сотрудничает ДВФУ. Даже вот сейчас последнее соглашение было подписано, это университет Рюдай, на Рюкьюзский университет, университет на острове Прекрасный Макинава, вот даже с ним подписали соглашение. То есть университетов очень-очень-очень много, и чтобы поехать на стажировку, нужно просто пройти простую процедуру оформления документов, и более того, многие выигрывают стипендии от университетов и бесплатно учатся в Японии. И мне кажется, это очень серьезный плюс. Я не проверяла, но кажется, ни у одного из университетов, где есть кафедра Востоковения, нет такого списка университетов-партнеров. Полина? Ну, я могу сказать, что мое общение с корейцами началось сначала с разговорного клуба. В Дэуфу есть различные языковые разговорные клубы, в том числе и корейский разговорный клуб. Там можно прийти и познакомиться с местными корейцами, которые, допустим, тоже приехали изучать русский язык или другие какие-то дисциплины. Пообщаться, познакомиться, возможно, обменяться контактами и продолжить общение, его поддерживать. Затем также общалась с нашими преподавателями на кафедре. У нас также есть носители корейского языка, которые преподают. Ну, в принципе, я думаю, это все. Больше ни с кем не общалась именно из корейцев. Здешних. Здешних. Да. Спасибо. Полина, вы в бакалавриате учитесь. Вы один раз в Олимпиаде участвовали? Да, в прошлом году. И сразу вот так? Да. Успешно. Это прекрасно. Я вас поздравляю. Спасибо. Скажите, пожалуйста, приз вы получили? Да. Замучаешь, что да? Да. Успели потратить? Нет, еще не успела. Планируете? Планирую, да, как раз таки связать это с поездкой в Корею. Не знаю, конечно, когда это получится осуществить в связи с последними новостями, с коронавирусом. Но надеюсь, что в ближайшее время все-таки получится. Как вы считаете, ваша победа в Олимпиаде поможет вам, вот бакалавриат скоро закончится, осталось полгода, чуть больше, поможет ли вам победа в Олимпиаде при устройстве на работу? Ну, мне кажется, что это может стать своеобразным подспорьем при устройстве на работу. Все-таки победа в Олимпиаде подтверждает, что, по крайней мере, на прошлый год я являлась, так скажем, специалистом в области востоковедения именно корейского языка. И если работодатель это учтет, было бы замечательно. Спасибо большое за ответ. Теперь вернемся, наверное, мы к Олимпиаде и к непосредственной подготовке. Многие из ребят уже участвовали, имеют опыт, кто нас сейчас смотрит или посмотрит в записи. А есть ребята, которые еще ни разу не участвовали в Олимпиаде. Хотела немножко расспросить вас о том, как вы готовились к Олимпиаде. Есть ли у вас какие-то определенные приемы подготовки? Или это была счастливая случайность цель? Елена? Ну вот, я не могу сказать, что я специально за год села и начала какую-то книгу изучать, потому что знала, что она мне поможет в Олимпиаде. Нет, такого не было. В общем-то, мне хватило университетских знаний. Могу посоветовать, первое, обязательно посмотреть демоверсию. Да, задания будут другие, безусловно. Но вы, когда посмотрите демоверсию, вы сможете примерно сориентироваться, хотя бы понять, что там будет. И расписать себе тайминг, да, то есть определенный. Например, это задание дает больше баллов, его буду делать 15 минут. Это мало дает баллов. Я его вообще не буду делать, если не буду знать, как на него ответить. Ну, что еще? Устное выступление. Финал это устное выступление. Наверное, в этом году будет так же. И к устному выступлению нужно подготовиться. То есть, темы выдают заранее. Они появляются на сайте. Наверное, есть люди, которые могут говорить, когда только зашли в аудиторию. Но ко мне это не относится. Я прям очень серьезно готовилась к устному выступлению. То есть, я сидела и писала на русском, потом на японском, потом презентацию. И это, наверное, если вы решили, что вы хотите выиграть, то нужно потратить на это просто определенное время. Все-таки это не так много занимает дней, но, наверное, эти дни нужно на это потратить, когда только вы узнаете тему. Но, опять же, это индивидуально. Полина, у вас какие секреты? Я соглашусь с тем, что в первую очередь желательно ознакомиться с демоверсией, чтобы иметь хоть малейшее представление о том, как будет выглядеть вступительный этап. Так как я участвовала первый раз, я на самом деле не знала, как мне лучше подготовиться. Поэтому я просто повторяла все, что мы проходили за эти три года обучения на кафедре. Что-то смотрела в интернете какую-то, черпала новую информацию. На этом, в принципе, к вступительному этапу была вся моя подготовка. Что касается финального этапа, здесь я уже более серьезно подошла, готовилась, так скажем, постепенно. Сначала определилась с темой выступления, составила текст выступления, проверила его на наличие каких-то грамматических, лексических ошибок. Подготовила к нему презентацию. И обязательно я бы посоветовала записывать свое выступление, возможно, аудио сделать, чтобы вы послушали себя со стороны. Возможно, вы, когда разговариваете, вот многие обращают на это внимание, может быть, я даже, когда сейчас разговариваю, очень часто такие моменты. А вот ты говоришь, говоришь, и вот задумываешься или пытаешься вспомнить, что надо сказать, и это портит впечатление от твоего выступления. Поэтому я бы порекомендовала записать себя и послушать со стороны, и поработать над этими моментами. И также записать для того, чтобы посмотреть, укладываетесь ли вы во временной регламент. Потому что это тоже очень важно. Если вы не укладываетесь, вас просто могут остановить, и тогда могут снять баллы за то, что ваше выступление не высказано до конца. Да, вот я бы еще хотела добавить. Если вы уже зарегистрировались и сомневаетесь, участвовать вам или нет, участвуйте. Я знаю, что на многих кафедрах, где преподают восточные велики, очень строгие преподаватели. И вы можете подумать. Потом Тамара Викторовна узнает, что я набрала очень низкий балл. Нет, ваш преподаватель никогда не узнает, какой балл вы набрали на самом деле. Вы можете даже никому не говорить о том, что вы участвуете в Олимпиаде. Просто, если вы зарегистрировались или планируете зарегистрироваться, попробуйте пройти отборочный тур. Возможно, это будет не так сложно, как вам кажется. Возможно, вы не пройдете, но вас заинтересует эта Олимпиада. Вы поймете, как к ней готовиться. Вы подготовитесь в следующем году. Потому что Олимпиада дает действительно очень много возможностей. Это не только денежный приз. Это еще и возможность пройти стажировку какой-либо компании, если вы еще не определились с трудоустройством. Я знаю, что была стажировка даже корреспондентом в ТАСС. И всякие разные вот там такие есть возможности. Плюс, если вы играете, начинают приглашать на разные мероприятия. И вообще, очень интересно. Я когда участвовала первый раз на бакалавриате, я не стала медалистом, я стала победителем. Но меня эта Олимпиада очень сильно захватила. То есть, это было интересно. Вот прошел отборочный этап, смотришь баллы, и ты прошел уже вочный. И вот ждешь его с нетерпением. И когда мы проходили, вот, к сожалению, сейчас все дистанционно. Когда я на бакалавриате участвовала, был финальный тур очно, то есть, в аудитории сюда прилетали ребята с разных городов. И это было достаточно интересно, потому что была возможность послушать и студентов из Санкт-Петербургского университета, и из МГУ были студенты, и из педагогического Московского университета тоже были ребята. Вот, это интересно посмотреть на людей, которые занимаются тем же, чем и ты, только на другом конце нашей большой необъятной страны. Вот, поэтому участвуйте, даже если вы провалите всем, в общем-то, без разницы, потому что отборочный этап много кто проходит. Вот, наверное, все. Хотела еще, раз уж мы заговорили об этапах Олимпиады, Елена, вы участвовали дважды, Полина, один раз. В этом году немножко меняется схема, все-таки, как у Елены был первый раз. У нас будет тестовый отборочный этап, включающий только тесты, аудиовопросы, открытые вопросы короткого типа. Мы об этом будем рассказывать чуть попозже на вебинаре, просто чтобы вы понимали, к чему я следующий вопрос задам. Далее будет полуфинал, в котором участникам будет предложено решить кейсы, и финал это будет устное выступление. Однако, не в том формате, в котором принимали участие вы. Будет очень короткая презентация, возможно, даже без слайдов, буквально на одну-три минуты. Извините. А далее будут вопросы жюри. Скажите, пожалуйста, что самое сложное для участника? Аудиозадание, ответы на кейсы или устное выступление? Подготовка презентации, может быть? Устное выступление в прошлом году, когда я участвовала первый раз, было просто устное выступление. В прошлом году было устное выступление, и сейчас задавали вопросы члены жюри. И вопросы... Это немного непросто, учитывая тот факт, что мероприятие проходило онлайн. И можно просто не расслышать, или у тебя может пропасть связь, и это достаточно неловко, да. Когда, например, ты просто не слышишь, что тебе говорит человек, не потому что ты не понимаешь, а просто вот тихо включил свой микрофон, допустим. Поэтому, наверное, ответы на вопрос, да, это самая сложная часть. Я, пожалуй, соглашусь с этим, потому что... Вообще, я считаю, что все индивидуально. Возможно, у кого-то именно страдает часть аудирования, и для него будет сложно понять, что задается, какой вопрос, и ответить на него. Но лично для меня самое сложное было это как раз-таки ответы на вопросы. Я соглашусь, что в онлайн-формате это было непросто понять, что члены жюри у тебя спрашивают. Иногда приходилось переспрашивать, потому что просто из-за звука было непонятно. Не потому что вот как раз-таки ты плохо знаешь корейский, и просто смысл не понимаешь, а потому что связь плохая. И еще один момент, что это все такой момент неожиданности. Ты не знаешь, что конкретно у тебя спросят. Понятное дело, что вопросы будут связаны с твоим выступлением, с темой твоего выступления, но какие конкретно это будут вопросы, ты не знаешь. Поэтому вот эта неожиданность, она немного пугает, и ты становишься немного нервным, и это может сказаться как раз-таки на том, как ты будешь отвечать на эти вопросы. А считаете ли вы, что, пожалуй, легкость общения, про которую вот вы сейчас говорите, это и есть основа вашей профессии? Легкость выражать свои мысли на языке носителя и отвечать на любые вопросы, которые перед вами стоят. Является ли это высшей ступенью, так сказать, вашего профессионализма? Наверное, да, это нужно понимать, что востоковедение — это не только высокий уровень знания языка, китайского, корейского, японского, любого. Это и возможность коммуницировать, то есть нужно иметь хорошие навыки коммуникации. И они подразумевают всего не только то, как вы говорите на языке, а и возможность выходить из неловких ситуаций. Например, сделать вид, что вы всё поняли, и вот как-то так ответить, чтобы человек задал вам дальше ещё вопрос. Ну, то есть, да, это возможность просто умения хорошо общаться с людьми, улыбаться, преподносить себя. Да. Ну, вот, да. Полина? Ну, я бы сказала, что важно как раз-таки уметь выходить из каких-то неловких ситуаций, даже если ты что-то не понял или не знаешь, как ответить, какими-то, не знаю, очень высокопарными словами, можно попробовать всегда объяснить простым языком то же самое, просто другими словами, просто стараться найти какой-то другой способ выразить свои мысли и донести их до слушателя. Всё. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот, всё-таки в Олимпиаде несколько, вообще в востоковедении несколько направлений изучения. Это история, политика, экономика, культура. Какое из направлений, по-вашему, вы считаете самым важным? Чем вы интересуетесь в текущий момент и интересуетесь ли в большей степени? Мне кажется, история – это самый важный момент, потому что из истории выходит и культура, и литература, ну и, в общем-то, всё выходит из истории, нужно понимать, как мы пришли к тому, что имеется сейчас. Ну, я на самом деле больше заинтересована в филологии, и если бы у нас было представлено такое направление, я бы с радостью поступила. У нас, к сожалению, на корейском только либо экономика бывает, либо история в последнее время, поэтому вот, когда я поступала, была экономика, вот сейчас такой у меня профиль экономический, но в целом больше я заинтересована в филологии, скорее. А что это значит? Можете пояснить? Ну, как я это понимаю, это именно рассмотр самого языка. Вы бы хотели… История языка, его развитие. Интересно, спасибо. Что бы вы хотели посоветовать будущим участникам, исходя из своего опыта участия, кроме того, чтобы им не бояться, может быть, как вы связываете там возможность обратиться к своим преподавателям за помощью, как бы они расценили, как вы считаете, если бы вы обратились за помощью к своим преподавателям? Нужно начать, если вы решили участвовать, нужно сейчас взять книжки и начать много учиться. Безусловно, перед Олимпиадой не может произойти такого, через сколько будет уже отборочный этап, через две недели, невозможно, за две недели выучат все, но это даст вам определенную уверенность, как мне кажется, то есть вы будете понимать, что сейчас вы находитесь в процессе изучения, и мозги начинают тогда активнее работать, вот, и, наверное, будет проще пройти отборочный этап. Что касается обратиться к преподавателям, ну, все зависит от того, какие у вас отношения с преподавателем. Наверное, можно попросить, чтобы вам что-то посоветовали, почитать, посмотреть и так далее. Если преподаватели знают, что проходит такая Олимпиада. Если нет, то, возможно, они не смогут вам ничем помочь. Полина. Ну, что касается обращения к преподавателям, я сама лично могу сказать, что когда я готовилась к финальному этапу, я обращалась к нашему преподавателю, корейцу, чтобы он посмотрел мой текст выступления, потому что я понимаю, что, несмотря на то, что я, в принципе, знаю корейский, я все еще учусь, и все еще есть моменты, которые я не знаю в совершенстве, и было бы лучше, если бы носитель языка взглянул на мой текст, возможно, внес какие-то правки, не критичные, но касающиеся, допустим, каких-то грамматических выражений, что, собственно, он и сделал. Он немножко помог мне, исправил кое-какие моменты, и я считаю, что если у вас, как раз-таки это все зависит от того, какие у вас отношения с преподавателями, но мне кажется, большинство преподавателей заинтересованы в том, чтобы их студенты хорошо представили их кафедры, их направления на Олимпиаде, поэтому, мне кажется, все охотно помогут своим студентам в тех или иных моментах. Спасибо. Вопросы? Есть у нас еще вопрос. Как подготовиться к устному выступлению? Конечно, всех сильно пугает эта часть нашей Олимпиады, нашего направления, она особенная, устных выступлений в таком формате больше нигде не предусмотрено, хотя коллеги из естественно научных, инженерных направлений предполагают защиту проекта, то есть также выдают время на подготовку, единственное, чтобы защита у них идет на русском, а у вас все-таки на языке, который вы изучаете. Какой-то секрет, как вы настраиваетесь, что важно сделать перед началом выступления? Перед началом выступления нужно прочитать еще раз свой текст. Елена, прагматик? Я уже говорила, что важно посмотреть на то, как со стороны посмотреть на то, как ты выступаешь, либо, ну я, допустим, как делала, я рассказывала свое выступление своей соседке по комнате. Она, кстати, тоже участвовала в Олимпиаде, поэтому мы просто вдвоем друг другу рассказывали свои презентации и оценивали, делали какие-то замечания, возможно, где что можно исправить, там, интонацию, возможно, где-то побыстрее говорить и так далее. То есть, мне кажется, тоже важно, возможно, если у вас есть друзья, которые тоже хотят поучаствовать в Олимпиаде, может быть, даже просто не знающие ничего о Японии, Корее и Китае, ну просто, чтобы они хотя бы послушали, как вы смотритесь, как вы подаете себя и свою презентацию, допустим, и оценили со стороны. Елена, а вам важна внешняя критика или помощь со стороны? Да, очень важно, когда вы учитесь на Востоковедении, найти друзей, которые тоже учатся на Востоковедении. Мне кажется, это такой серьезный, скажем так, фактор, который повлияет на ваш успех. Когда я начала учиться, у меня не было друзей, из той сферы, в которой я занимаюсь, когда я съездила на стажировку, начала учиться, у меня вот появились тоже друзья, именно японаведы, и это из других университетов, разного возраста, и это очень важно, потому что эти люди, во-первых, тебя понимают, то есть ты можешь рассказать им, как ты не можешь понять то или иное предложение, выучить иероглиф и так далее, они тебя поймут. Они расскажут тебе, что им тоже тяжело, и ты будешь знать, что ты не один, и это те люди, с которыми можно посоветоваться. Это очень важно, потому что, возможно, вы потом будете работать в разных сферах, кто-то будет в Японии, кто-то будет в других городах, но это будут те люди, которым вы сможете позвонить и спросить, не знаю, как вам лучше разобраться с той или иной проблемой, как вам перевести то или иное предложение, или как вы переводили кого-то. И да, если у вас есть такие друзья, если они не являются вам конкурентами в Олимпиаде, с ними можно посоветоваться, если они будут участвовать с вами в Олимпиаде. Не говорите им, что вы будете участвовать в Олимпиаде. Можно я ещё? Полина, да, мне вот интересно, а вы считаете, что связи вот вашего такого комьюнити помогут вам поучаствовать? Я не знаю, если честно. У вас есть знакомый кореист, с кем вы дружите? Нет. Полина не была в Корее, Полина не дружит кореисты. Мы хорошо все общаемся на кафедре, но близких друзей у меня среди кореистов нету, к сожалению. Или к счастью, не знаю. Понял. Я ещё хотела добавить по поводу, вот устное выступление, оно же всё-таки, наверное, и в этом году будет предусматривать сегмент вопрос-ответ. Большая часть будет посвящена. Да, вот в этом сегменте я бы хотела посоветовать не молчать, когда вы отвечаете на вопросы, даже если вы... Ну, это нам все преподаватели всегда советуют, даже если вы не до конца поняли вопрос, не молчите, вы можете переспросить, уточнить или попытаться ответить так, как вы поняли, но главное не молчать и хоть что-то оговорить. Понятно. А скажите, пожалуйста, важен ли визуал, визуально вот ту презентацию, которую вы делаете, насколько это важно для вашей оценки, по вашему мнению? Это очень важно. Я делала очень сложную презентацию, шрифты были всякие разные, и это же меня и подвело. Мне один из членов жюри начал задавать очень странные вопросы про мою презентацию. Я понимала абсолютно всё, что он говорит, но не могла понять, что он от меня хочет. Вот он, как я потом разобралась в процессе переговоров с ним, он интересовался, как я написала в презентации такие интересные иероглифы, от руки или нет. Нужно делать такую серьёзную презентацию, и мне кажется, это тоже показывает то, насколько вы компетентны и насколько вы профессиональны. Мне кажется, вообще сейчас в современном мире технологии развиваются, есть много разных приложений, это тоже показывает, насколько вы специалист в своей области, насколько вы можете подобрать правильную картинку, насколько вы можете сжать тот текст, который вы пытаетесь донести в короткую фразу, и вот, чтобы её люди увидели и поняли, что вы хотите им сказать. Полина? Я, в принципе, согласна, что визуал это тоже важная часть выступления. Я бы посоветовала уделить этому достаточно большое количество вашего внимания и грамотно оформить презентацию, чтобы она была понятной для слушателей, для членов жюри, именно в плане того, чтобы они понимали, допустим, о чём сейчас идёт речь, о чём вы говорите, на каком моменте вы находитесь, чтобы это всё было отражено на слайдах, ну и, конечно, чтобы она была красиво оформлена, как-то привлекала внимание к себе и выделялась на фоне других. Это тоже, мне кажется, важно, чтобы она отложилась в памяти у членов жюри. Да, жалко Миши, нет, у нас есть одно выступление, у нас было у китаистов, которое запомнилось не только членом жюри, но и все потом про него рассказывали, он пригласил своих друзей, они надели маски инопланетян, шапочки из фольги, в общем, было театрализованное выступление, которое настолько поразило одного из членов жюри, нашего уважаемого работодателя, что по итогам Олимпиады он пригласил его к себе на работу. Да, вот я Мишу лично не знаю, но ко мне подошел одногруппник уже после Олимпиады и сказал, что, ну, ты как выступала? Я ему рассказала, он говорит, а ты знаешь, что китаисты там вытворяли? Я говорю, ну, нет, он говорит, у них там какие-то инопланетяне были. В смысле? Он говорит, ну, там было не выступление, там был театр. Ну, в общем, да, интересно было уже. И на самом деле это посмотреть. Интересно к вам тогда вопрос. Считаете ли вы, что вот Олимпиада предусматривает, так как она еще и для старшекурсников, предусматривает ли она строгая, такую строгую оболочку по презентации своего профессионализма? Или то, что сделал Михаил, что отражало полностью культуру Китая с ее особенностями и яркими сторонами, тоже имеет место? Ну, наверное, да, это ведь Олимпиада, это не собеседование на работу. Можно что-нибудь такое интересное, да, скреативить, придумать, чтобы всех удивить. Да, мне кажется, надо как-то это скомбинировать. В то же время следовать каким-то определенным критериям, которые предусмотрены для твоего выступления и которые члены жюри затем будут оценивать. И заодно показать какую-то долю креатива. А вы, кстати, обращали внимание на критерии, которые мы выставили в качестве оценки? Был список критериев, баллы, которые будут жюри выставлять. Ориентировались ли вы на эти критерии при подготовке? Да, я ориентировалась, так, ну, смотришь, говорю грамотно, презентация есть, ну, да, естественно, мне кажется, все, кто ЕГЭ сдавали, уже этому научились. Знаю, все-таки мы были настроены набрать как можно большее количество баллов, поэтому ознакомились с этим списком критериев и постарались сделать все так, чтобы оно соответствовало. наши участники вебинара спрашивают, какие темы были в прошлом году на выступлении, в этом году будут другие, если что. Да, вспомнить бы. Я помню очень хорошо, потому что темы были сложные. Была тема научный прогресс в Японии в 21 веке, кажется, просто, но ты сразу понимаешь, что, наверное, все будут про это рассказывать и в то же время понимаешь, что ты недостаточно компетентен и, значит, все будут говорить одно и то же. Вот. Второе было культурной трансформации в Японии в 21 веке и, казалось бы, все просто, на самом деле нет. Про это не написано ни в одной из книг и в интернете тоже про это ничего нет. То есть нужно примерно представлять, что происходит в Японии в настоящее время, потому что 21 век это сейчас, про 20 уже не расскажешь. И вот я рассказывала про культуру, потому что я подумала, ну, культура мне как-то ближе. Тема кажется сложнее, но все же культура мне ближе. И вот поэтому я разбиралась с этим. Ну, я так понимаю, у нас темы перевлекались, потому что у нас тоже была связана с культурой одна тема, и вторая была связана с развитием диджитал-технологий. И я как раз-таки наоборот выбрала тему технологий. Я рассказывала про индустрию поп-музыки в Корее и то, как в ней используется искусственный интеллект. Как интересно. Я бы и на русском такое послушала с удовольствием. Скажите, пожалуйста, где вы хотите работать после окончания вуза? Полина? На самом деле это очень сложный для меня вопрос, потому что я еще до конца не определилась. Не знаю, как, куда меня заведет моя жизнь. На самом деле у меня в планах было переезжать в Новосибирск, и я не совсем представляю, как там представлена именно сфера корейского языка, переводческая сфера связанная с этим языком. Но, возможно, я бы попробовала поработать для начала, чтобы набраться опыта преподавателем, возможно, в каком-нибудь языковом центре либо репетитором. Ну, это для начала, чтобы набраться опыта. А там уж как пойдет. Елена? Я планирую оставаться в Владивостоке. Я никуда отсюда не поеду. Мне здесь нравится. И я бы хотела работать в университете. Меня интересует сфера образования. Мы будем вам очень рады, Елена, как и всем остальным участникам, которые захотят приехать, посмотреть наш славный город и университет. Еще был вопрос от участников про билингвов. мы вспомнили с коллегами, вот сейчас обсуждали, потому что у нас я в кадр войду, чтобы объяснить. Два года назад или три года назад в первом сезоне у нас был заявлен российский студент, который имеет право принимать участие в Олимпиаде. он коренной китаец, который обучается в одном из российских вузов по направлению языковому, изучает русский язык. Нам мы не нашли возможности отказать ему в участии, потому что мы не предполагали, что кто-то из носителей языка решит вдруг поучаствовать в этой Олимпиаде. Но, видимо, призы и ажиотаж был настолько велик, что он не удержался. Естественно, он с легкостью прошел отборочный этап, потом достаточно просто прошел полуфинал и прилетел во Владивосток на финал. Мы очень переживали о том, ну, конечно, у него есть фора, это его родной язык, и все, что касается вопросов или оформления, он в этом произношение, он, естественно, в этом, ему не нужно к этому готовиться, оно у него есть в природе. Однако, как случилось потом, он попал, по-моему, в нижнюю планку призера, потому что его презентация, его отношение к теме не отозвалось у членов жюри, причем у нас же много представителей, носителей языка, и вице-консул у нас тогда был, еще до пандемии на это время было, он сказал, что его мысли не соответствуют мыслям истинного востоковеда, китаиста, поэтому, к сожалению, он набрал очень мало баллов. В прошлом году у нас участвовал парень, он, у него отец китаец, мать русская, естественно, что, ну, отец, ну, там, мы уж не знаем семейных подробностей, в общем, но они не то, чтобы прям постоянно находятся вместе, он там не жил в Китае долгое время для того, чтобы наработать себе язык, он хорошо выступил, но здесь он тоже учится на китаеведении, конечно, у него есть фора, это понятно, как и у, пожалуй, у любого школьника, я думаю, вы все со мной согласитесь, если кто-то начал учиться своим ребенком иностранный язык лет с трех, а потом продолжал на этом настаивать в школе, а потом он доучился до третьего курса университета, изучая этот язык, у него, пожалуй, будет такая же фора, как и у любого другого билингва. что касается устных выступлений, да, фора будет, безусловно, не нужно владеть хорошо русским, чтобы говорить по-китайски, что касается перевода, наверное, нет, нужно владеть хорошо двумя языками, и нужно понимать, как переводить, для этого тоже нужен опыт и определенные знания, этому нужно учиться, можно великолепно знать русский и, например, китайский язык, и не иметь возможности и понимания того, как нужно переводить, вот, но устные выступления, да, фора есть, конечно, безусловно, она есть, мне так кажется. А вам, как участникам, Полина, вот кажется, это вам несправедливым? Ну, если честно, когда участвовала, вообще даже не задумывалась о том, что билингвы еще принимают участие в Олимпиаде, могут принимать участие и могут стать конкурентами. Мне кажется, просто, что касается Китая, здесь больше граждан Китая, которые здесь живут, да, я не билингва, японцы, ну, я тоже не задумывалась, потому что я знаю билингвов, да, но в Японии не живут, и в России даже нет, я не думала на таком тоже. Спасибо, спасибо. Дорогие участники, к сожалению, Михаил, как сел в такси два часа назад, так, собственно говоря, эти прекрасные пять с половиной километров поедет. Он скоро, ну, он едет в нашу сторону, у меня к вам вопрос. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим участницам, мы с радостью их зададим, и, возможно, Миша подъедет, и кто присоединился к нашему вебинару, послушает, и хочет задать вопросы к китаисту конкретно, мы его тогда подождем. Если у вас вы, собственно говоря, услышали все уже, что вы хотели, то, пожалуй, Миша уже развернется и пойдет домой. Мы закончим на сегодня. Пожалуйста, пишитесь в чате, как мы с вами поступим. Спасибо. Я думаю, вопросов ребят, друзья, я думаю, вопросов сейчас прям, чтобы сразу вал кинулся, такого не будет, да, те, кто хотел задать вопросы, уже задали в чате, поэтому я предлагаю на сегодня наш вебинар закончить, ну, Михаилу купим кофе, если он сейчас подойдет, вот, и, пожалуйста, если у вас слышно меня, да, не знаю, если у вас будут вопросы, да, все знают, что у нас есть группа в Телеграме, да, и, пожалуйста, задавайте вопросы там, как вы видели, мы все там оперативно отвечаем на ваши вопросы, да, пожалуйста, заходите, задавайте. Вся оперативная информация всегда там появляется в первую очередь, еще до публикации новостей. Вот, поэтому будем вас ждать. Давайте участвовать. Спасибо большое всем, кто присоединился, спасибо тем, кто посмотрит наш вебинар в записи, конечно, огромное спасибо за то, что поделились своим опытом, своим знанием о том, как участвовать в Олимпиаде, пожеланиями к нашим ребятам, спасибо всем большое, ну, и надеемся до новых встреч. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры,